Ее снимки публиковались в Музее современного искусства в Сан-Франциско, на сайте итальянского ВОК, в французском журнале «Лойду ля фотографии», а также в Лондоне и Мексике. В Челябинске выставку «Тонкие нити» Татьяны Швецовой-Яперовой представили кураторы проекта «Софтфокус». Она закончила Штиглица, и у нее настолько утонченный графический вкус, настолько утонченный к линии к цвету. Она снимает фотографию, но это на грани с прекрасной живописью, да? Она творит цвет, творит эти объемы, и нам это очень понравилось. Фотография пришла через живопись, через графику, и потом подумала, что у меня есть пробел. И стала интересоваться фотографией ее истории, и настолько меня это увлекло, что сама стала снимать. Мне нравится синтез фотографии, графики, живопись. В общем-то, мне бы хотелось все это объединить в своем творчестве. Экспозиция представляет собой шесть серий работ. Отдельного внимания заслуживает серия под названием «Проносящийся ВОЛАНД». Она очень тонко чувствует. Не зря же называется выставка «Тонкие нити», да? Например, договорились портрет, да, фотографировать. Не идет та или иная эмоция, которую она задумала, например. Мы переключаемся, она вот уходит во фрагменты, например, или в язык тела. Модель живет своей жизнью и абсолютно не задумывается о том, что у нее есть какая-то определенная задача, ей нужно войти в какой-то образ, вот отработать этот образ. Просто слушаешь музыку, двигаешься, воплощаешь какие-то свои мысли в голове, и при этом фотограф также живет своей жизнью, и в итоге получается то, что мы увидели сейчас на выставке. Готовый материал, который люди предлагают, они над этим долго работали, они вложили много усилий, и поэтому интересно посмотреть на плоды их творчества. Современное искусство иной раз сложно поделить на жанры, что, собственно, не мешает выражению авторского замысла. Фотография, живопись, графика интересны и сами по себе, а могут быть синтезированы в единое целое и представлены публике в виде инсталляции. Кстати, выставка «Тонкие нити» стала первой на новой площадке проекта «Софтфокус». Теперь они находятся в выставочном зале Союза художников России.